В России стартовали продажи обновлённого Infiniti QX80. Внешность флагмана осталась нетронутой, разве что список цветов пополнился двумя новыми оттенками, а к самой машине теперь прилагается ключ другой формы. А вот интерьеру было уделено особое внимание. QX80 обрёл другую переднюю панель, центром которой стала пара сенсорных дисплеев. Верхний заведует навигацией, а нижний отвечает за управление климатом, акустикой и настройками автомобиля. Вдобавок, интерьерщики перекроили оформление центрального тоннеля, а в панель приборов врезали цветной дисплей. Сам салон, как прежде, бывает на 7 или 8 посадочных мест. Конкретную конфигурацию выбирает заказчик. Технически самый большой Infiniti остался прежним. Под его капотом скрывается могучий V8, которому ассистирует 7-ступенчатый автомат и полный привод. Также машине полагаются задняя пневматическая подвеска и система подавления кренов. В первую по счёту комплектацию входит электропривод передних сидений, камеры кругового обзора, адаптивные светодиодные фары, продвинутая аудиосистема, не считая 22-дюймовых колёс и других приятностей. Исполнение на ступеньку выше предложит адаптивный круиз-контроль, систему автоматического торможения, ещё более аудиофильскую акустику, а также салонное зеркало со встроенным дисплеем. К слову, для обновлённого QX80 доступен кредит под 0,8% годовых сроком на 2 года. На младшие QX50 и QX60 действуют немного другие условия. Срок кредитования 3 года, а процентная ставка 5,5% годовых. Кроме того, в декабре японская марка запустила улучшенные условия по программе Infinity Invite. Отныне клиент может выбрать срок кредитования от 2 до 4 лет, а также назначить любой остаточный платёж от 30 до 60%. К моменту окончания программы автомобиль можно оставить себе, выплатив остаточный платёж, либо продлить кредит на 3 года. Третий вариант – обменять машину на новую, продав своё нынешнее авто дилеру по программе Trade-In. Главным преимуществом этой программы являются низкие ежемесячные платежи. Кроме того, Infinity Invite позволяет приобрести новый кроссовер или внедорожник, имея всего 20% от его стоимости. Субтитры создавал DimaTorzok